Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Лурли Мур, и добро пожаловать на рубрику интересной проекта Space Engineers. Сегодня нас порадует инженер под ником Брюс Лидл Лидл Лидл. Ну что ж, когда-то я делал обзор на его творение, но сегодня то, что вы увидите, и то, что увидел я, когда зашел в мастерскую, и плюс еще потестил эту машину, я был поражен. Ребята, это что-то с чем-то, это нечто, это просто, просто, наверное, реализация инженерной мысли тут просто зашкаливает. И функциональность данной машины меня поразила, поразила. И поэтому сейчас будет выпуск очень интересный, поэтому ставь лайкос, жирный-жирный, еще раз такой лайкос, иначе без этого никак нельзя. И это вдохновляет, поверьте. И теперь мы увидим данное устройство. Ну что ж, перед нами Мунт-Як, или Мунт-Джак, Мунт-Як точнее. Это, скажем, промышленный трактор, ребята. Брюс Лидл 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 умудрился сделать в этом, значит, в этой машине такие вот гусеницы. Притом они функциональные, ребята. Они не взрываются, они не улетают куда-то. И это великолепно. На самом деле, поначалу они могут куда-то улетать или взрываться, или что-то делать. Точнее, ну я этого не наблюдал, то есть, реально. То есть, у кого-то, может быть, могут, но он очень-очень грамотно подошел к организации этого дела. И внешне эта машина выглядит очень круто, вот реально. Сейчас вы во всем убедитесь, и вообще, то есть, ну, гусеницы, в инженера, ау, чтобы они работали нормально, чтобы они пахали. Это, это надо быть, это надо быть очень тонким мастером своего дела, короче. Сверху данная машина выглядит так. Тут турели, притом они на скриптах. Довольно интересно. Также у нас есть здесь кое-что интересненькое, но это мы увидим чуть позже. Да, как вы видите, как вы могли бы заметить, здесь есть щелочки, и о них мы поговорим чуть позже. Ну что ж, давайте вступим в эту машину. Но прежде чем она будет работать, дорогие друзья, с нею надо произвести несколько манипуляций. Дело в том, что проект создавался до обновлений, и до тех обновлений, когда у нас уже отпала необходимость ставить таймер-блоки, и плюс еще обновились скрипты. Из-за этого некоторые моменты, некоторые скрипты не работали. А у нас прошли обновления по роторам. Но, я вам скажу, что надо делать, чтобы данное устройство заработало нормально. Нажимаем кнопочку, у нас так падает трап. Таким вот образом. И заходим, значит, внутрь, и что мы видим? О, господи, о боже, здесь столько всего. Да, реально. Здесь много всего. Здесь детализировано, убрано каждая частичка. Можно сказать, что, например, может быть, это кухня, плита какая-то. Да, реально. Плюс, здесь у нас находится уборная, унитазик такой скромненький. Затем, дальше у нас здесь есть кнопочки антенны и маяка. То есть, это круто тоже. А далее у нас здесь идет место, где можно спать. Походу, наверное, и есть, если это тарелочка, конечно, или что-то в этом роде. Но это все, это все, как бы, декорации, да. Но здесь у нас есть вполне себе такая функциональная часть, если мы садимся сюда. Это для диспетчера и связиста, который будет наблюдать за целостностью машины. Кстати, здесь есть кнопочка. Проджекшн. Если на нее нажать, можно вывести на экран. В общем, все. И это тоже по-своему круто. Я обожаю такие реализации проектов. Дальше. Здесь у нас, если мы нажмем на кнопочку, обратно убирается трап. Таким вот образом. И мы получаем, то есть, возможность, кстати, сесть в кокпит. Но к кокпиту мы еще чуть позже вернемся. Идемте дальше. Дальше у нас здесь что располагается? У нас здесь есть такой неплохой истребитель в ангаре. Но с ним надо будет тоже повозиться, потому что скрипты некоторые поменялись. Кое-что нужно будет поменять. И тогда данная машина будет работать. Если мы видим здесь, значит, истребитель, само собою, здесь сверху должно что-то открываться. И, конечно, правильно. Здесь у нас написано Cargo Door. Нажимаем на него и вжух. То есть у нас открываются ангарные верхние двери. И мы, в принципе, можем вылететь отсюда на этой машине. Вы себе представляете, да? Это гусеничный большой трактор с внутренним маленьким ангаром и истребителем к нему. Плюс... Так, мы давайте все-таки откроем. И это еще не все. Здесь есть кнопочка Spotlight. У нас вырастают вот такие вот антенны, которые освещают у нас тут все. Это реально круто. То есть сильное освещение передней части. Давайте уберем это пока. Пока что все это закроем. Потому что мы еще не сделали кое-что более главное. Так, у нас здесь Cargo, соответственно, контейнер. Давайте все-таки сядем за штурвал. Да, я вспомнил. Прежде чем мы сядем за штурвал, ребята, для того, чтобы вот эти вот двери работали, когда я зашел и начал проверять данный чертеж, я обнаружил, что вот эти вот двери не работают. И также не работали ангарные двери. Это произошло из-за, как я сказал, обновлений, которые были. Но это решается все очень легко. Нам надо зайти в меню. И здесь у нас есть Door и Cargo Doors. Cargo Doors мы листаем самый вниз и делаем смещение ротора на 1.6. А в Doors мы делаем смещение на 2.1 или на 1.6. И в таком случае вот эти вот двери, они заработают. То есть без проблем они заработают и ничего страшного не будет. А теперь садимся за кокпит и смотрим на всю эту прелесть. И думаем, заработает ли или не заработает, взорвется к чертям или нет. Но, как оказалось, не взорвалось. Как оказалось, все заработало, дорогие друзья. Если мы нажмем на клавишу W, мы начинаем движение вперед. А это, блин, круто. Все, посмотрите на это. Оно работает, оно пашет, ребята. Гусеничный трактор в инженерах. Ванильный проект. Внимание, ванильный проект, ребята, ванильный. Плюс посмотрите, как он классно тормозит. То есть с инерцией, блин, как это бывает у настоящих танков. Я сейчас добавлю звук. Так, секундочку. Итак, продолжим нашу запись и вы услышите эти звуки. Я думаю, вы слышите звуки гусениц. Мне почему-то кажется, что наряду с этими ванильными звуками, которые добавляются, это придает некий реализм, потому что настоящие гусеницы еще как трещат. Вы бы слышали. Вот, вид из кабин. Кстати говоря, здесь есть все инструкции о том, как все это управлять и как все это делать. Потом посмотрим, едет ли назад эта машина. Да без проблем. Конечно же едет. Вообще без проблем. Плюс давайте мы проверим, как она справляется с поворотами. Так, поехали. Внимание, смотрите, как она поворачивает. Это же круто, ребята. Мало того, она едет, так она еще и очень грамотно поворачивает. Я себе не представляю, как надо затратиться, чтобы сделать это. А поворотными механизмами управляют поршни снизу. То есть, они выдвигают все это. Как вы можете заметить, да? И происходит очень грамотный поворот. Это же круто. Разве это не круто? Так. Это лайт пост. Так. Если мы нажмем на клавишу 1, он начнет автоматическое движение вперед. То есть, ну, чтобы вы знали, здесь есть инструкции. Так, статьи я прочитаю. Первым делом, когда вы заспауните данный проект, вам надо будет нажать на девятку, чтобы убрать блокировку роторов снизу. Снизу. Ну, это делается, чтобы как раз таки не было наших с вами любимых багов. А потом уже, если нажать на единичку, то это автоматическое движение вперед. Если нажать на двоечку, это камера на 360 градусов. То есть, мы можем смотреть по сторонам. Это круто. Далее, что у нас здесь есть помимо этого? Помимо этого, есть Big Spotlights. То есть, вот сейчас вы увидите эти самые Big Spotlights. Так. Вот они, те самые, которые я с ангара активировал. Они помогают нам рассмотреть что-либо. Вот. Сейчас мы доедем до горы. Мне очень интересно, данная машина поднимается на гору или нет? Это очень интересно. Как бы, такой вот эксперимент. Потому что с гусеницами у меня прям, не знаю, слюнки текут по тому, как это все работает. И если это все будет работать, то обязательно я это буду применять. В дальнейших своих, возможно, даже в сериале. И во всем остальном тоже. А как только мы доедем, я продолжу нашу запись. Итак. У нас тут барьер номер один. Посмотрим, как он скарабкается на данный блок. Если он скарабкается на данный блок, то, в принципе, неплохо. То логично, что он будет справляться и с другими поверхностями. Но почему-то меня больше всего сейчас интересует именно это. И, кроме того, единственный, возможно, минус данного устройства, это его скорость. Потому что быстрее оно вряд ли будет ехать. Хотя, для меня, например, скорость это не самое важное. В машине, сколько ее стабильность. Хотя, большинство любят, наверное, быстрее. Так. Сейчас оно вскарабкается. В принципе, оно и не должно ехать быстро. Ибо это... Вы только посмотрите. Нет, вы только посмотрите на эту стабилизацию. Вау. Вау. Я думаю, не лишним будет сказать, что данное устройство, оно еще и залезет куда угодно. Жаль, воксельные инструменты убрали, а то бы я сейчас... Давайте сделаем горочку такую и посмотрим, как она будет преодолевать горочку из блоков. Если горочка из блоков будет преодолета, то, само собой, будет преодолета много чего другого. Буквально секунду, и ваш покорный это сделает. Итак, я создал некую такую горочку. Я надеюсь, что данная машина с ней справится. Ну что ж, поехали. Посмотрим, как сейчас все будет. Мне прям очень интересно. Вообще, реально интересно, как это все будет происходить. Сейчас, секундочку. Осталось совсем мало. Наберитесь терпения. Такс. Думаю, должно все сработать. И так. С секунды на секунду это свершится. Так, 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 давай, 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 давай. Я в тебя верю. Да, и он это делает, ребята. Он это делает. Вы бы это видели. Это, это... Все, вы и так это видите, но я думаю... Думаю, вам это тоже доставляет некое удовольствие, как и мне. В принципе. Да, Брюс, тебе удалось меня удивить. Реально. Не только меня. Вы только посмотрите, как он преодолел это, как нефиг делать. Сейчас. А задом наперед. Задом наперед, думаю, тоже будет тот же самый эффект. Думаю, не лишнее понят... Ну, думаю, вам всем понятно, что данная машина очень даже спокойно справится с любой горочкой. Возможно, даже там, где колеса не справятся, ребята, шины... Где шины не справятся, там справятся эти гусеницы. Вот. Возможно, он медленно, но все-таки преодолевает эти блоки. Шины с этим не справляются, напоминаю. Только очень большие. А очень большие не везде. Удобно применять. Так что это круто. Это очень круто. Меня... Я просто реально поражен. Реально поражен. Осталось протестировать самое последнее, над чем я бился немножко долго. Сейчас мы слезаем отсюда. Идем по нашему уютненькому салону. Нажимаем на это, потом на это. Заходим сюда, значит, в карбину. И пытаемся взлететь. Да, только у нас есть такая проблемка. Данный скрипт не очень хорошо работает, ребята. Поэтому я не до конца разобрался. Но у автора все работало нормально, когда он это все сделал. Единственное, реально, мне показалось, что в этом самая такая загвоздка, собака зарыта. Реально. А потому что если бы не это, то все было бы просто замечательно. Так. Да. Вылететь на данном истребителе это адовая проблема. Я думаю, если исправить некоторые ошибки, то это будет нормально. Так. Ну-ка. Ай. Луч. Давай. Шерты. Ну и черт с тобой. Данная машина, к сожалению, не функциональна. То есть, ну. Я на ней, конечно, немного умудрился каким-то образом полетать. Но, поверьте, она совсем не слушается в данный момент. И управление у нее очень лохматое. Я бы даже сказал, что, например, у нее есть такой режим, когда у нее открываются вот эти крылышки. И, по идее, все должно быть нормалез. Но. 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 Давай. Давай. Блин. Так вот. Ну-ка. Ну-ка. В нем гироскоп, к сожалению, не справляется с командами. И здесь используется такой вот скрипт. Он называется... Сейчас я вам скажу, как он называется. Если вы хотите, вы можете победить эту машину. И, в принципе, так. Он называется Whips Rotor Truster Manager. Как-то скажем так. Замудренно как-то так. Так. Ну-ка. Давай. Я знаю, что ты можешь... Нет, он не может. Все-таки он не смог. Паровозик, который не смог. Так. Куча звука, шума. Но такое ощущение, что вот гироскоп в обратную сторону не работает. Он работает в носовую, но в обратную не работает. Поэтому я попросил у автора даже, написал комментарий, как исправить эту штуку. Чтобы он это исправил. Но вот к остальным частям данного трактора у меня нет совершенно никаких претензий, кроме вот самого некоего истребителя. Так что такие вот дела, друзья. Ну а теперь мы попробуем отстреляться по нему, конечно же. Как же без этого? Я же насильник в каком-то смысле. То есть насильник техники. Садимся сюда, выбираем данное устройство и посмотрим, как у нас будет вести себя оружие, если мы будем стрелять. А давайте по этому истребителю, который меня раздражает. Который не взлетел. Я его не взлюбил. Давайте из других пушечек по ним... Ой, будем бухать. Че-то как-то... Только Грибов объелся. Так. Так где, 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 где? Ага. Вот так вот. Так, только че-то... Немножко криво. Краш-тест. Краш-теста. Так, ладно. Данная пушка мне че-то не очень понравилась. Так. Вот это вот она такая более стабильная. Так, ну-ка. Ну, как вы видите, по блокам они тоже не особо бьют. У них нету, например, никакого этого, как бы сказать. Кто-то там говорил, что я фантом попутал. Так. С... Терминус, так. Маледикшн, бомбарду с фантомом попутал. 4 и 5. Окей, сейчас будет произведен выстрел из... Фантома. Ну, вот такой вот огонь. Сейчас. И бомбарды, как говорится. Так, 4 и 5. Вот это вот разные пушки. Ну, как-то странно он ведет себя. Че-то не особо они не сильные. Сейчас попробуем другие пушечки. Да, они разбирают данный корабль очень долго. Т-экс, попробуем это. Ммм, нет. Как-то реально слабенько. Очень слабо. Так, ну, с этой пушкой я, конечно, стрелять не буду. Потому что если мы с ней будем стрелять по данному кораблю, то я думаю, что от базы нашей опять ничего не останется. Девь. Он не опускается, блин. Ну, попадаем все-таки. Все равно очень слабо. Сильнее, чем в прошлый раз, конечно, но все равно слабо. Так. Ну, это тоже не гнется. К сожалению. Ладно. Попробуем чем-нибудь таким. А если мы попробуем, допустим, пушками, которые у нас находятся внизу, то есть, вот, маленькими пушечками. Так. Так, где здесь? Поплять. 5G. Thunderhead. Короче, что-то такое. Я надеюсь, что... Да, вот эта вот пушечка посмотрим. Так. Она как-то более впечатлительно даже стреляет для своего размера. Мне кажется, она получше будет. Так. Опять. А нет, мне кажется, что это не то выбрал. Итак. Вот. Вот эта самая пушка. Ну... Слабо. 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 Мне нужен полный разнос. Вы мне этого не даете. Так. Ну-ка, посмотрим, как раскурочило нашу раскрывушку. Так. Ну-ка, залезай. Да. Это серия про то, как лемуры носили технику. Представьте, после всего этого... А, нет. Хотел похвастаться, что... Нет, гусля слетело. Да, есть такой минус у гусеничных устройств, что если слетает гусля, то все. Но все равно он продолжает свое движение. Вы себе представьте, что он может двигаться. Такие вот нюансы. И да, по минному полю, если вы поедете, то вашим гуслям все. То есть реально все. Будет все. Я думаю, на одной из серий, если вы хотите увидеть, как машины... Как машины вообще ездят по минным полям, и как сделать минное поле, ставьте хэштег минное поле. То есть хэштег мина. Да, хэштег мина ставьте. Я думаю, вам понравится это все. Ну, а теперь, в конце концов, нам пришло время уничтожить наше устройство полностью. Называется Sky Shatter Torred. И мы будем сейчас его разбирать. Потому что у него, насколько я помню, были ракеты. И сейчас мы этим займемся. Сейчас у нас будет веселуха. Так, давай, давай, блин. Так, отлично. Так, что у нас тут? Выйдем и определим, какой у нас. Вот он. Sky Shatter, это третья пушка. Вот сейчас у нас будет веселуха. Прощай, Мундджак. Вот это было эпично. Да, вот это эпичность. То есть, чё это такое? Обо что я... Глядите. У этой пушки, кажется, проблема. Она может иногда... Каким-то предметом, который сбоку рядом попадать. Ну, короче, это не суть важная. Наш Мундьяк, вот то, что от него осталось. И поспешу вас заверить, что это была крутая машина. И я... Если вам понравилось такое вот действие... То есть, в конце я рассматриваю машину, потом в конце её разрушаю. Ставьте лайк. Или пишите ваше предложение. То есть, если вы считаете, можно сделать как-то покруче, то обязательно пишите. С вами был Лурли Мур. Подписывайтесь, ставьте лайки. И, конечно же, ожидайте новую серию. Шестую серию. О, как эпично, как эпично. Вы только посмотрите на это колесо, которое катится сзади. Вот. И обязательно пишите ваше предложение. Ну, а следующая серия, шестая серия нашего сериала Фаза 1, будет, надеюсь, на этой неделе. Возможно, в четверг, максимум в субботу. Мы уже будем начинать съёмочки. Ну, что ж. До скорых встреч, дорогие друзья. Всем пока-пока.